ключ какая прелесть давайте попробуем произнести то чего еще возникло вот в описываемую по вот смотрите когда я говорю слова рамбом то рамбом задает некоторые направления еврейской мысли на века и он открывает в одну очередь скромном труде тему которая до него как бы не поднимается давайте я попробую сформулировать чуть-чуть по-другому потому что может быть значит рамбом как известно среди произведений рамбомом выделяется совершенно феноменальная часть у него его комментарии к мишне есть серия предисловий причем эта серия предисловий это вот такой вот толщины книжка вот это только предисловие причем замечу что они практически без комментариев то что я подержу в руке тут ну давайте считать что здесь комментарии меньше половины книжки значит это издание рава шилата из мало думе уравы цеха кошелата но здесь мало думе почему-то много народу любит заниматься рамбом вот он один из них значит одно из последних по и больше проектов по изданию рамбом и как раз его было вот значит он написал серия предисловий значит предисловие выглядит так есть вещь который называется принято называть предисловие к мишне на самом деле это неправильно потому что правильно то что задумывал рамбом это было предисловие к седр-зараим мишне как известно делится на 6 седров но еще раз кто кроме нас с вами знает как называется комментарии рамбома к мишне ответ ни один нормальный человек который не знает он называется комментарии рамбома к мишне на самом деле книжка называется моор но кто же этого знает азна вообще рамбому с названием крайне везет потому что его книжку мишне тора куча народу знает по прозвищу яд хазака крепкая рука который он ей не давал значит вторая вещь значит кроме этого предисловия он написал еще кстати равшила тут не прав глубоко как обычно я шучу значит он написал предисловие к трактату а вот который считается очень важным и скажем у меня дома есть несколько современных комментариев к предисловию а вот которые получили название шмона против 8 глав в некотором смысле является еврейской интерпретации книги которые я не знаю опять кто что знает про античную философию в некотором смысле является комментарием приведением к иудаизму книги никомахова этика аристотеля и немножко книги о душе это 2 2 труда аристотеля двух трудах аристота но при этом у нее есть часть которой не связано например там последняя глава ну да три последние главы они просто про другой немножечко это не связано но среди прочего рамбом еще написал одну книгу одну довольно тонкую книгу которая называется предисловие голове хэлок значит глава хэлок прошу обращать внимание на название глава хэлок это в мишне последняя часть трактата сангидри а в гемаре предпоследняя часть трактата сангидри причем порядок правильный конечно же как в мишне но тем не и в изданиях гемара 9 10 глава поменены местами по причинам не знаю уж какие я считаю что я могу доказать что правильный порядок тот который меч но он написал предисловие к одной части на самом деле это более сильная он написал предисловие к первой мишне то есть это отдельное с который изучается отдельно и в конце этого с отдельной книги изложено 13 шор и корень слово икар а слова корень да значит корень или шорох который я предпочитаю употреблять слово догма вообще-то для перевода этого когда он как термин значит где приведены 13 пунктов во что люди должны видеть и считается то есть как считается формулировка именно в виде во что следует верить во что нет значит ну давайте просто страница то что тебе то что тебе следует следует знать я упомяну здесь это место которое следует помню а именно корни нашей святой торы и ее основы а именно 13 судов вот в таком виде то что человек должен помнить есть 13 основ веры 13 догмата до рамбова никто ни разу не пытался сформулировать вот по сравнению скажем давайте чуть-чуть сравним по сравнению с христианами которые сформулировали догматику христианской религии в третьем или в четвертом веке в зависимости от подхода но они активно этим занимались евреи этим не занялись тогда по сравнению с исламом который сформулировал так или иначе занимался попытки сформулировать свою догматику опять там длинный разговор потому что учли некоторые споры о догматике но более-менее ее неплохо сформулировал евреи умудрялись вообще этой темы как бы не обеспокоиться и вот здесь я полагаю так как мы в этом курсе занимаемся скорее истории чем иудаизмом но смысле гибриде то я предлагаю просто подумать над одним довольно любопытным вопросом первое почему в двенадцатом веке предисловие главе хэлок это считается что рамбов завершил свой труд над комментированием мишни в 1176 году почему тогда почему не раньше почему именно рамбов второй вопрос вот я не знаю насколько интересно вот такие вот объяснения но вот два вопроса которые мне кажутся безумно интересными именно для понимания что происходит первый итак вопрос вот так почему именно тогда и почему именно рамбов вот почему скажем 13 догмата в таком виде не формулирует человек который жил на полвека раньше рабе и гудаг леви ладно понятно почему не ибнезры это для ибнезры вот не его тема сразу всякий кто читал ибнезры прекрасно понимает что это не его тема но почему не и куда галяви вот это уж его была бы тема книга кузари вот книга кузари писалось два приема как известно с интервалом минимум 20 лет между первыми частями скажем четвертой часть то есть там был большой перерыв и это можно продемонстрировать как изменились немножко взгляды автора сама по себе интересная тема но почему не он книга кузари и гудаг леви посвящена вот первый вопрос еврею и позвал хазарский царь одного из еврейских мудрецов и попросил его рассказать о вере евреев вот вот и вперед и расскажи не а то есть он рассказал о вере евреев но не сделал попытку отлить этого 13 пунктов или 14 или 15 мне все равно всколько более того значит по моему это такой очень любопытный и очень важный вопрос чтобы было еще понять давайте я сделаю одно сравнение она забегает по хронологии чуть-чуть вперед рамбом мишне тура главный труд своей жизни 14 домов яд хазака книга мода книга знаний первая ее часть книга основ является изложением во что верят евреи вот я прошу на это обратить внимание книга законов аят хазака это книга закона и любой кто читал начиная со второго дома видит что это книга голого закона но начинается она с идеологии с изложением во что евреи верят точнее во что верит рамбом я бы сказал сформулировал это так для сравнения шурхана рух книга написанная через 350 лет после рамбом треть тысячелетия я вот когда называют эти сроки почему-то в истории когда будут говорят про историю куча народу просто плохо чувствует вот эти века три с половиной метров век туда бег сюда в истории я всегда предлагаю просто отсчитывать от текущего года назад значит три века назад это у нас будет 1670 год приблизительно три с половиной лет назад вот вы можете сравнить что происходило в 1670 году с тем что происходит сейчас вот это вот всегда держите в уме вот когда вы видите что какие-то события отстоят друг от друга на какой-то срок всегда просто сравниваете особенно когда вам говорят о причинно-следственных связей между событиями вот если причина следственные связи между тем что происходило 1690 году и сегодня сравнение очень полезно просто при анализе вот ну может быть потому что так как имеет два образования математическое гуманитарное мне регулярно приходится сталкиваться что люди в гуманитарном образовании плохо чувствуют числа я всегда и предлагаю сравнивать числа любое число как-нибудь представимым для них виде только потом говорить там когда они говорят про скажем на 300 тысяч тонн продуктов то так как вы не чувствуете много это или мало то представьте себе в вагонах железнодорожных да 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 боск вот вот согласитесь что боск это тяжелое средневековье да как бы давно это было так вот разница между шурхана рухом и урамбом это вот этот же период что между нами и босхом в картинах ренуаром и боском вот представляете себе разницу да это просто вот для сравнений вот куча народу вот этот метод представить через что-то представимое все время забывают про этот метод что вот я то на автомате всегда провожу вот когда вижу какое-то число пытаюсь представить его собоставить чем то что я хорошо представляю вот так вот шурхана рух книга закона которую регулярно вот регулярно все нормальные люди например трехтомный дом еврейского закона современный университетский устанавливают связь между мишне тура рамбова и шурхана рухом и это все делают это правильно и я так считаю что это не все же не спорить не о чем. Первый сделал эту работу. Раби Ягудахина Си, правильно, потом эту работу повторил Раба, потом эту работу повторил Раби Йосиф Каро. Но на самом деле у него был предшественник, я помню, был Арба Турим, автор Арба Турим. Так вот, к чему я все это рассказываю? В книге Шурхана Рух нету главы, посвященной идеологии от слова вообще. То есть там есть много законов, но там нет законов об идеологии. Во что следует верить, а во что не следует верить. Вот смотрите, вот у Рамбама есть, а Шурхана Рухи нет. И, по-моему, это заслуживает отдельного упоминания. Просто удовольствие верайте. Значит, начало Шурхана Руха. Следует набраться силами, как лев, чтобы вставать по утрам и служить творцу. Чтобы служба творцу пробуждала зарю. Дальше следует каждому богобоязненному еврею следует бояться небес и беспокоиться о разрушении храма. Далее о том, как следует молиться. Все. Но, конечно же, безусловно, вставать утром как лев – это вот… Вы меня извините за ассоциации, но я каждый день хожу на службу, что тоже сравнимо с подвигом. Утреннее пробуждение – это да. Человек должен стать как лев – это такое хорошее вставление. Давайте для сравнения. Мишне Тора. Мишне Тора. Он наделяет существование все существующее и так далее. Поэтому его сущность не похожа на сущность других объектов. «Поскольку большая небесная сфера вращается непрерывно, мы понимаем, что сила Бога нашего благословена и его имя безгранична и беспредельна». Это книги закона. Называется «Юлхот». Законы. Основ. «Юлхот». «Юлхот» – это всё вот… Просто всю эту часть пропускает как ненужно. «Лев спит 18 часов». Дело в том, что я тут ассоциация не с тем, сколько спит лев, а как лев встает и рычит. Лев спит. Смотрите. Лев – это эмблема. Не надо считать, что в старых книгах лев хоть как-то похож на настоящего. Это эмблема. Значит, вот на самом деле я ведь на полном серьезе спрашиваю. Вот посмотрите. У Рамбома это актуально, это написать. А у Раби Йосифа Каро, чтобы было понятно, Раби Йосифа Каро, он, конечно, не философ. Он галахист, как и Рамбом, но он каббалист, он не философ. Раби Йосифа Каро – очень мистическая личность. Он каббалист высочайшей степени. И, скажем, Тикун Лейль Шивот – это глубоко каббалистическое мероприятие, это именно Раби Йосифа Каро водит, вообще-то, чтобы было понятно. Он существо каббалистическое. Так вот, ему догматика не нужна. Вот это, на самом деле, должно интересовать. Почему именно Рамбом, и почему именно тогда? И здесь я хочу заметить следующее. В изложении Игуды Галеви, вот давайте я зачитаю, во что должны верят евреи в изложении Игуды Галеви. Причем это как бы изложение, которое по сюжету, вы помните, Игуда Галеви, он писатель, он литератор. Сам буквально в смысле слова, он поэт. В графе профессии ему следовало бы написать поэт. Предположение, что он знает медицину, я не знаю, на что опирается. Я не вижу у него нигде медицинских характерных проходов. То, что он медициной на жизнь не зарабатывал, это точно. Вот если там Раби Авраам и Ганезер мог бы в графе профессии написать, а стромок, реально, абсолютно, то Игуды Галеви нет. В графе профессии он пишет проект. Ну, если бы ему тогда-нибудь пришлось бы написать его. То есть человек литературный. То вот он пишет, во что же верят евреи. Как бы Раби отвечает Гою. На тот момент Гою, Гою, то есть совсем евреи. Мы верим в Бога Авраама, Ицхака и Якова, который вывел сынов Израиля из Египта знамениями и чудесами. Бога, который питал их в пустыне и даровал им страну после перехода Иордана. Бога, который послал Моисея с миссией Торы, продолженной многими пророками, возвещавшими Тору и учившим о вознаграждении, ожидающем тем, кто соблюдает его, и о каре, грозящем тем, кто ее нарушает. Обратите внимание. Мы верим в Бога и в учение Моисея, продолженной пророками, которые нас учат, это самое. Обратите внимание, насколько вторично. Здесь не написано, что мы верим в вознаграждение соблюдающим и в каре нарушающим. Здесь это не сказано. Здесь сказано, мы верим пророкам. То есть центр смещен от конкретики к источнику. Мы верим в Бога, который вывел. Мы верим в Бога, который послал Моисея. Мы верим пророкам, которые продолжили тело Мошея. И далее следует центр этого высказывания. Мы верим во все, что написано в Торе, а это неисчерпаемо, увеличится. Что стоит это высказывание? Ягудах и Левит отвечает на это Хазар. Тогда еще Гоем Гоем. Еврей ему станет потом. Сказал Кузари, ну Хазар. А ведь именно ты, еврей, должен сказать, что ты веришь в Творца, в его провидение. Разве провидение, а не провидение? Разве через И, а не через Е? Ну хорошо, пусть будет провидение. В Того, кто сотворил этот мир и поддерживает его существование. И в другие божественные атрибуты ясного каждому, кто обладает верой. Собственно, Ягуда Зелеви цитирует ненаписанного Рамбова. Вот это приятнейшим образом читать, как автор цитирует того, кто еще... Нет, из пеленок он к моменту написания этой книжки уже вышел. Но отметил ли Рамбом к этому моменту Бармитсву, я сомневаюсь. Я не исключаю, что к моменту завершения этой книги Рамбом еще не отметил Бармитсву. А более того, эта часть книги написана за 20 лет до... Это первая часть книги. То есть Рамбом еще не родился, когда это писали. Поэтому какое цитирование Рамбому Ягуда Зелеви? И вдруг он говорит, ты должен верить в Творца, который создал мир. Извините. Давайте... Значит... Давайте мне проще взять основу. Значит, существует Творец... Дальше там про атрибуты идет. И он знает... Десятый догмат Рамбова. Он знает все деяния людей. Это и есть Гошгаха. И не оставляет людей. Не так, как думают те, кто говорят, Всевышний оставил землю. Значит, это вот как раз тут. То есть как бы Рамбов. Но он... Обрат внимание. Царь говорит, тебе следовало. То есть... Равин отвергает этот подход. Равин в книге Кузари. А Раби в книге Кузари, это сам Ягуда Галевика. Учитель нашей настав. Отвергает этот поход. Ты, еврей, должен сказать, что ты веришь в Буре, в Творца мира. В то, что он следит за тем, что происходит в мире. Что он поддерживает существование мира и другие божественные атрибуты, милосердие, суд и так далее. Ясность каждому, кто стремится к истине, ищет уподобление Творцу в его справедливости и мудрости. Настав, Раби говорит, ты говоришь о религии, основанной на разуме и логике. Что это не имеет отношения к нашей теме. Вот это Галевика. И Лудаг Ливиев ему догматика не нужна по тем же причинам, почему она не нужна хозяину. Вот мудрецам Толуда догматика не нужна. Они ее даже не пытаются сформулировать. Все эти легенды про то, что высказывание, скажем, Раби Акивы по поводу... Вот это великое правило Тора, скажем, правило... Раби Акивы, что по образу Божьим возрастом человек, либо не делай ближнему великое правило Гиллэля, не делай ближнему того, что не хочет, чтобы делали тебе, но это не догмати веры, это догмати поведения. Это попытка кратко сформулировать догмати поведения. Талмуд не хочет, даже не делает попытку, ему это не нужно. Вот теперь еще один вопрос. Почему Талмуду этому нужно? Самый простой, вот ответ историка просто как угол дома. А тогда, во времена Талмуда, все знали, чем иудаизм отличается от других религий. У них много богов, у нас один. Или два бога, как у зерастрийцев, у персов, а у нас один. Как бы нам это не нужно, мы знаем, чем мы от других отличаемся. Это простота, которая, как мне кажется, не очень удачна. Потому что ясно, что все сложнее. Потому что Талмуд написано, когда христианство уже существует. Мишна написано, когда христианство уже существует. Я напоминаю, Мишна завершена приблизительно к 220 году. Христианство существует уже полтора века к этому моменту. Вот по временам, просто по временам. Полтора века уже как существует христианство. Еще век после этого, век после завершения Мишны, произойдет крещение Восточной Римской империи. Точнее, объявление Восточной Римской империи объявляется христианским государством. Да, да, да. То есть раввины знают о том, что есть в нас в этой догматике. И тем не менее, не… Извините. Делают вид, что они тут абсолютно ни при чем. Ладно. Можно, конечно, сказать, как я это не сам говорю время от времени, что Талмуд вавилонский создавался в Вавилонии, где христианство было довольно слабо. Но дело в том, что в источниках земли Израиля, в Медрошах и еще как в разных книгах, этого тоже нет. А в Арицисраиле это знали? Нет, у них не было с этим проблем. Нет, не испытывают никакой нужды в этом. Более того, в Медрошах, иногда в Талмуде, но в Медрошах чаще, приведены всевозможные споры на идеологические темы. Вот явно идеологические. Сказал один философа, так и пишется, вот еврейская буква на слово «философа». В конце Алла в знак определенного артипля. Один философ сказал, что у вашего Бога, у вашего Творца были вспомогательные материалы в виде материи и так далее. Он пытается сказать, что то самое дурно понятое платоновское правило о том, что материя как бы наряду с божественным источником существует вечно. Но там, я не буду сейчас входить, что там говорится, но расхожее мнение, к тому моменту существуют всевозможные секты типа Мандейской, там длинно перечисляют, которые там еврейские дела знают, хотелось бы с ними разграничиться. Э-э, даже не пытаются. И до Рамбова не пытаются. Иуда Галеви, вот он, вот еврей евреи. Кстати, в Эммоноте Деот тоже этой попыткой не проведена. Но вот Иуда Галеви, Эммоноте Деот, это просто 926-й, что ли, год. Вот это вот этот район. Ну, вот это там написано, то есть за век до Иуда Галеви. Иуда Галеви на самом деле чем силен, в чем его прелесть? Он, в отличие от Рамбова, отлично понимает, что такое иудейский иудаизм. Не философия иудаизма, а именно иудейское иудаизм. И он, когда формулирует, во что верят евреи, то он говорит буквально следующее. Я вот перевожу то, что он сказал на нормальный язык, пытаясь просто сильно сократить содержание первой главы, первой книги, книги Кузари, там она разделена на книги, пытаясь сильно сократить. Краткое содержание. Вы знаете, это у нас такое семейное мероприятие. Во что верят евреи, у нас такое семейное мероприятие. Как-то к нам пришел Бог, вывел нас из Египта, дал нам Тору, и в нашей семье, знаете ли, традиция сохранилась. И вот что там в Торе написано, вот то мы и делаем. Подождите, во что вы верите? Ну мы же говорим, к нам пришел Бог, заключил с нами договор, мы его исполняем. И он его исполняет. Это же договор, он же двусторонний, да? И он его исполняет. Подождите, верите во что? Ну еще раз, ну сколько вам повторять? Нас Бог вывел из Египта, потом прибыл в горе Синай, дал Тору, и мы договорились, что мы делаем то, что там написано, а он будет делать то, что он там нам обещал. И вот это мероприятие мы продолжаем. Обалдевший хазарский царь говорит, что ты несешь? Где философия? Отвечает Равина, ты говоришь о религии, основанной на разуме и логических рассуждениях. Но она открыта сомнением. Спроси философов, и ты увидишь, что они не смогли прийти к этому мнению в какой-нибудь определенной религии. Все это измышления, часть из которых, обратите внимание, вот Ягода Галиби, в чем блеск, за что я его так люблю. Все это измышления, часть из которых действительно имеет обоснование, то есть обоснованное измышление. А другие лишь удовлетворяют разум, обратите внимание на красоту слога. Третьи и его не удовлетворяют, и тем более ничего не доказано. То есть это и есть блеск, это и есть блеск мышления. То есть, конечно, это все помыслы, это люди сами придумали, но не что-то хорошо обоснованное, обоснованное, что-то, скорее всего, так и есть, хотя обоснованное не очень, но, наверное, так и есть. То есть доказательств к этому нет. А третье просто сомнительно с точки зрения разума. Говорит, а иудаизм к разуму какое отношение имеет? Нет, то есть мы любим разумное, а никто не… Все знают, что евреи, в общем, с логикой на «ты». И они любят логику, все в порядке у них с ним. Они любят разумное, тоже все в порядке. Но религия на этом основа. С чего вдруг? Это и есть Игуда Галибин. И я действительно считаю, что Игуда Галибин попал в мудрость Талмуда здесь. Вот Талмуд где-то к этим делам подходит именно вот так. Он не пытается себя сформулировать, свою догматику по самой простой причине. Это то, чего вот всегда надо помнить. Рыба, воды не знали. Они просто… Дело в том, что христианцам ведь с самого начала своего возникновения должно было заняться одной очень важной для тебя вещью. Чем они отличаются от евреев? Чем они отличаются? Чем их отличие? Иудаизм не занимался, чем он отличается никогда. Все на свете, когда рассказывали, вот когда там греки описывают иудеев, это же читать одно удовольствие. Они же, что они несут. Но они твердо знают, что это что-то совершенно необычное. А где-то там в горах Сирии, это Геродот, где-то там в горах Сирии находится народ философов. Это как раз мы. Для греков наш район называется Сирия. Койли Сирии, если вам нужен более точный термин. Назывался тогдашним греком. Весь такой район. Большая Сирия, не современная Сирия. Народ философов – это как раз мы. Потому что только философы верят в единого Бога. Больше никто. Нормальные люди этим не занимаются. То есть философы занимаются. Вот греки четко знали, что вот это такие странные люди, которые народ философов. А вот когда греки описывают иудейский храм, это тоже песня. Они твердо знают, что... А это храм сумасшедших. Потому что в этом храме вообще молчат. То есть это же... Я могу сказать, вот с юных лет меня добило. Просто добило. И я каждый раз, когда мне... Я это вспоминаю, мне каждый раз это приводит в состояние в храме была синагога, где молились. При храме, в храме не молились. При храме была, когда хотел кто-то, находящийся в храме, помолиться, он отдел витам. Он шел в синагогу. То есть храм – это совершенно не то, что мы думаем. Храм, хотя, читая царя Соломона, речь при открытии храма, храма Соломона, и отсюда молитва дойдет. То есть это место, где молиться. Но когда речь идет к формальной общественной молитве, это делают в синагоге. А что ты делаешь в сердце твоем, это уже другая тема. И в этом смысле смотрите службу Ямки-Пура, где речи первосвященника – это вот столичка. Все остальное здесь. По этому поводу, то, что евреи странные, все знали. Евреи никогда не нуждали нужным в этом объясняться. И вот здесь мы вдруг из Яхуды Галеви понимаем, что происходит с рамбом. Почему рамбом формулирует догматику, начинает? Потому что Яхуда Галеви говорит о религии, основанной на разуме. Но это и есть позиция рамбома. Это и есть позиция рамбома. Рамбом пытается доказать в своей книжке. И это его убеждение, потому что оно перекочевывает в Мишне Тора, в книгу знаний. Это есть его убеждение, и оно есть в Мишне, в комментариях Мишне, оно есть у него всюду. Что на самом деле, исходный иудаизм – это религия философов, который облачен в поэтическую форму пророков. И мы должны уметь прочесть книги пророков так, что извлечь то, что сказано, перевести поэтические высказывания, поэтическую форму в философство. Собственно говоря, так как Мурре существует первый том, то можете обратить внимание, что есть огромное количество глав Мурре-Набухием, который занимается ровно расшифровкой терминологии пророков в философском плоскости. Как перевести слова пророков в философский смысл? Просто словарь. Он начинается, книга начинается, ну не начинается первая часть. Это такая подготовительный словарь к работе. рамбом. И получается вот что. Получается следующее, что как раз мы понимаем, почему рамбом. Рамбом, потому что он, ты говоришь, религия основана рамбами и логике. Это то, что говорит рамбом. Игуда Галеви говорит, у нас тут такое семейное мероприятие. Более того, вот насколько Игуда Галеви в этом последовательно. Когда хазарский царь говорит, но тогда к вам нельзя присоединиться, ежели это семейное мероприятие, то тогда мы к вам не имеем никакого отношения, говорит хазарский царь. На что Рэбе говорит, да, это наше семейное мероприятие. Мы к себе, к семью, никого не приглашаем. Хочешь, пожалуйста, хочешь, но мы будем, конечно, отговаривать, но ежели получится, то присоединиться. Но мы, опять, честность запредельная, но мы предупреждаем, присоединишься не столько ты, сколько твои дети. Игуда Галеви, здесь вот, он прям, чёток, однозначно. Кстати, хазарский царь присоединяется. Вот, несмотря на все эти предупреждения, но их удахали ведь честно, это прописывает открытым текстом. Он не пытается это затушевать, он это произносит. Рамбом, нет, Рамбом так не может, он в принципе не может. Если это семейное предприятие, основанное на семейных чувствах, у нас здесь, вы знаете, это вот то, чего у нас сегодня тут такое мероприятие под названием «Сход из Египта». По этому поводу мы сейчас хорошо покушаем. Но при храме жертвенная еда с Богом покушает. прошивот, это же песня. Так как в этот день нам дали тору, значит, в этот день надо хорошо покушать. Я цитирую Талмуд. Я не придумываю, я цитирую Талмуд. Семейное мероприятие. И вот здесь появляется и говорит, нужна догматика. И формулирует ее. Честное слово, любой монотеизм, который здесь есть, вот от иудейских дел во всей этой истории, которая 13 догмата храмбома, значит, вот давайте так. Существует обработка 13 догматов раби Йосифом Альбо. Это книга основ. Раби Йосиф Альбо жил 1380-1444. У меня просто всегда перед глазами хронологии лежит. Поэтому я смотрю просто хронологическую таблицу. Значит, то есть это через 400-й год, 405-й, будем считать, он взрослый вид приходит, то есть через 200 лет после смерти Рамбов он написан. Вот значит его перепонулировка, которую он делит на три группы. Группа первая из 13 догматов он делит так, он повторяет 13 догматов Рамбов просто однозначно. Существование Бога первая группа, вторая группа это истинность Торы, а третья это проведение награды воздаяния. Значит, первая группа пять догматов, но в общем любой монотеистической религии может свободно расписаться под этим. Творец существует и управляет мира, что он единый, там длинное обсуждение о том, что такое единство есть у Рамбома, но это я не хочу входить в эту тему, что он бестелесен, что он вне времени, и молиться следует только Творцу. У Ягуды-Галеви, кстати, последний догмат является очень важным, потому что у Ягуды-Галеви главная болевая точка, которую он упорно пытается проломить всюду, и вот сейчас вы поймете, почему именно это, а именно Бог вступает в разговоры с людьми. Вот для Ягуды-Галеви это центрально, потому что ведь все его представление о религии это семейное мероприятие, это означает, что мы с Богом вот так мы с ним общаемся, причем в обе стороны. Урамбам это молиться следует только Творцу, то есть он слышит, что нельзя молиться чему-то другому. Значит, вторая группа это чисто еврейские дела, а именно четыре догмата об истинности Тора. Но опять тот же самый Ягуда-Галеви. Мы верим во все, что написано в Торе, а это многое о великий цель. Но рабом разбивает на четыре части. Я не нахожу нужным по отдельности их излагать. Значит, это тот же самый Ягуда-Галеви, для которого истинность Тора является центральным довольно-таки вопросом. Значит, и соответственно третья группа это проведение наградой воздаяния. А именно Бог знает все деяния сынов человеческих. Здесь спокойно может подписаться на любой нормальный монотеизм, если он не деист. Деист это тот, кто верит в существование Бога, но не верит в то, что он вмешивается в дела людей. Значит, Творец награждает соблюдающих заповедей и наказывает нарушающих их, Ягода-Галеви, истинжа. А дальше следует еще два догмата, они вполне себе еврейские, это вера в приход Машеха и вера в воскрешение мертвых. Урам вера в воскрешение мертвых довольно странную форму имеет. Вот теперь мне Виктория дважды написала, трижды написала. Вера очень абстрактно трудно переварить свет от полноценных разговоров с Богом. Ситуация с догматикой выглядит следующим образом. Дело в том, что Рамбом упорно использует слово, я уже говорил много раз про это слово, потому что это же слово ключевое у Раби Саади Гаона и у Рамбом она ключевой в арабских трудах, я имею в виду трудах, написанных на арабском языке. Это специальное арабское слово, арабской философии, слово, которое означает быть убежденным. Человек должен быть убежден. Вот есть огромные споры вокруг того, что думает Рамб. Дело в том, что в начале Мишны Тора он пишет «Основа основ и стоп всех наук знать, ладак, знать, что существует некто, существует Бог». Противление на слово «Зна». Проблема в том, что книги заповедей, первая заповедь в книге заповедей, нам заповедано верить имуна в Бога, чтобы мы верили, что есть причина существования мира. Я привожу перевод Ибн Тивона. И с этого момента в еврейской традиции вы не представляете, сколько книг и рассуждений я читал по поводу взаимоотношений веры и знания. По причине того, что в Мишне Тора написано «Знать», в книге заповедей написано «Верить». Но книга заповедей написана на арабском, а на иврите книга знаний книга заповедей на арабском, а книга знаний написана прямо на иврите. Так вот есть совершенно замечательный человек, который я уже говорил, это Рамбан, рабе Моша бен Ахмад. Он книгу заповедей написал примечания и ссылаясь на большую книгу заповедей этого самого Моше из не декуси он а в чеху курносы Честно, у меня вдруг вылетел из головы, но большая книга заповедена и нету такой не перечисляй через 613 заповеде Тора. Нет, Моша если декуси конечно же Сма Кстати, Моша декуси пишет позже Рамбан свою книгу Декуси это кто читал Дюма тот декуси помнит там герой это просто такой оправдации значит он не упоминает такой заповеде Рамбан утверждает, не может быть заповеди в примечании книги заповедей потому что невозможно потребовать чтобы человек верил или не верил во что чтобы было понятно 18 век Муше Мендельсон Муше Мендельсон как ни трудно гадаться из Досау первой еврейский философ нового времени пишет что мы не находим в Торе ни одной заповеди которая говорит верь или не верь это внимание что 18 век подключается к той теме поднятой Рамбаном Рамбаном чтобы было понятно что такое Рамбан давайте я вот на сегодня кончил просто сказал что такое Рамбан Рамбан в комментарии к Торе пишет что есть заповедь одна из 613 заповедей верить в Бога для Рамбана написать здесь одно а там другое пару пустяков Рамбан в этом отношении вот никогда этого не боялся более того я утверждаю что ежели Рамбан где-то написал ни один дурак не может думать то это значит что он сам где-то написал то что ни один дурак думать не может это почти наверняка для него это характерно но комментарии к Торе он пишет что есть такая заповедь но в возражениях на книгу заповеди пишет не может быть такой заповеди опять Рамбан не философ хотя он философию знает он тоже каббалист и по поводу что такое вера смотрите давайте я теперь о вере и знании просто два слова скажу это вот на сегодня я считаю что достаточно для меня для меня путеводным основ ну вот ежели мой подход я не говорю что там не входя кто что думает по этому поводу для меня является ключом здесь тот самый Рафсадия Гаон и Хабота Голубавод извините и Раббетбах и Идумпакуда два великолепных автора есть убеждения убеждения могут быть обоснованными то есть доказанными а могут быть необоснованными недоказанными но они остаются и то и другое убеждение так вот когда убеждение принимается у человека нет нет хороших доказательств то это вера а когда есть хорошие доказательства тогда это знание вот для меня вот эта парочка они перекликаются в этом вопросе Рафсадия Гаон и Раббетбах и Идумпакуда которые четко понимают разницу которые говорят что ключ ключ ко всему этому это убеждение а знать или верить это на чем основаны убеждения по этому поводу я то особый спор никогда хотя поверьте я читал много комментариев про разницу между верой и знаниями но я просто не вижу места для спора для меня это убеждение из разных на разных источниках построены но поверьте что те кто спорит они чуть-чуть по-другому понимают слово вера и чуть-чуть по-другому понимают слово знание и это конечно все очень интересно но боюсь что это длинно и я не уверен что сегодня нужно вот затем я хочу окончать дозволенные речи если есть вопросы я весь здесь так спорные дамы есть вопросы есть предложение отпустить мейера есть предложение отпустить мейера но это хорошее предложение замечательное окей тогда всем шаббат шалом правильно я понимаю да ну и с моей стороны я много писала мейер спасибо вам большое как бы очень информативно спасибо парочки одной из самых древних царавасадия гаона и бахмут покуда хамок обязанности серде кажется совершенно блистательным именно вот по зарезанию тема вот легкость зарезания тема я люблю такие вещи но это не означает что все должны их любить вот я хочу оговорить можно на будущее такое вот подготовить такую тему как это в современном Израиле вот в основном большую часть современные люди очень плохо не занимаются философией знают ее паршиво и вот смотрите та самая проблема которая там в куче наук наблюдается сегодня наука например та же медицина прогрессирует семимильными шагами философия тоже хотя бреда там если вы читаете поток публикации этой философии то вы просто поражаете с количеством бреда который там но это нормально для процесса литературного процесса или научного процесса я думаю во всех науках поток бреда превышает разумные мысли но при этом сами философы выглядят сильно проигрывают каждый отдельный вот отдельные врачи по-моему медицины стали знать хуже а медицина стала несравненно лучше это удается совместить так вот философия в современном мире поймите во-первых философия это же всегда текущая модная тенденция по этому поводу те евреи которые увлекаются философией если они говорят о современном термине о современной философии то они будут говорить о терминах постмодернизма правда да ну естественно текущая философская мода как перед этим они говорили в терминах модернизма перед этим эксистенциализма перед этим эксистенциализм он продержался очень долго марксизма тоже хватает потому что перед этим гильянство стопроцентное галима до этого кантианства то есть каждый раз надо просто смотреть как иудаизм эти моды переваривает это интересно как он переваривает еврейская философия например Розенцвайк там Соломон Коген и ближе к еврейству но смотрите Розенцвайк еврейская философия но то что он эксистенциалист это там в гадалки не ходит да ну я имею в виду все вкупе как бы и соловейчик все вкупе все немножко разные вот самая экзистенциальная среди всех еврейских философов является безусловно Соловейчик смотрите одинокий верующий человек вот более экзистенциальной книги я наверное и угоев не читал вот одинокий верующий человек это такая квинтэссенция экзистенциализма совершенно блестящая а совершенно еврейская книга она абсолютно еврейская оттого что она написана в принятой моде принятой жаргоне давайте по-другому скажем не моде а жаргоне она от этого не проигрывает эта книга ее продолжают читать хотя мода кончилась это истие понимаете эпигонство это когда человек написал в текущей моде мода кончилась и книгу все забыли а когда ее продолжают читать и находят в ней ах авторологи это никак не влияет на ешевод на талмудейха хам на то какая у них программа поверьте мне влияет я демонстрировал вам на книге где автор который ничего не знает про канта свободно оперирует кантиянской терминологией и даже развивает ее маниту после маниту значит даже рафшир даже повал те кто пытаются как-то что-то обновить что-то модернистские маниту конечно же я понимаю текущий модернизм это модернизм и маниту я понимаю о чем вы говорите но что вы от меня хотите читайте и получайте удовольствие вам совершенно не нужно вот здесь происходит следующая вещь вот смотрите когда профессиональный философ начинает читать книги он отслеживает тенденции такие оттуда ноги растут что-то все пятое десятое вы вам это не нужно читайте идеи которые они говорят эти идеи нам сегодня близки и они выражают идеи носятся в воздухе у Райва Рона Маркуса есть идея есть мысль которую я учу в одной из его статей есть мысль о параллельности идей по поводу того что мысли носятся в воздухе и он приводит просто цитаты где совершенно на разных краях мира произносятся очень схожие мысли одновременно причем ясно что авторы друг друга не знают они школы друг друга даже не знают тем не менее мысли они разливаются в воздухе и современный автор нужен для того чтобы суметь вот эти вечные истины изложить вот этими носящимися в воздухе идеями для этого все это нужно хорошо мы как-нибудь продолжим если можно окей ну хорошо тогда мы окончательно отпускаем мира ладно спасибо пока 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 пока